Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Я приветствую вас на этой особой неделе. Мы не знаем, когда вы посмотрите выпуск, мы не знаем, будет ли это до или после Рождества, мы стоим на особым месте. Оно является особым для меня и для Пэм. Пэм обычно находится за кадром, она очень усердная труженица. Пэм нравится быть за кадром, я расскажу вам о выпуске. Я надеюсь, вам понравится сегодняшняя передача. Пожалуйста, посмотрите ее, я расскажу наш план. Дело в том, что на протяжении долгих лет я хотел снять выпуск фестиваля Манны в нашем доме. Мы в нашем доме в Теннесси, и мы на кухне. Это любимое место Пэм. Здесь Пэм проводит много времени, готовя пищу для нашей семьи и для гостей. Если вы зайдете к нам во время праздника или мероприятия, служения, и попробуете ее вкуснющий куриный пирог или салат, который она приготовит, то вы поймете то, о чем я говорю. Она отменный повар. И сегодня я не буду говорить о ее симпатии к ужасным семейным фильмам. Пэм смотрит много шоу о еде. Да. Ты используешь их советы? Да, это так. Ты пользовалась их рецептами, чтобы готовить эти блюда для нас, ведь так? Да, в основном из интернета. Мне очень нравится твое блюдо «Замок» из морских гребешков. Там есть цветная капуста. Однажды моя супруга сделала замок очень больших, вот таких размеров. Я съел три четверти блюда. Да, верно. Ты сказала, оставь замок детям и внукам. Вы понимаете, каждый ноябрь я приезжаю в Израиль и живу там до 1 декабря. Поэтому мы откладывали съемку. Я имею в виду выпуск с супругой Пэм. Итак, мы будем беседовать с Пэм во время готовки. Будем говорить о том и о сём, о нашей жизни. Итак, что у тебя тут есть? Ну что ж, это ингредиенты для салата. Я приготовила курицу. Курицу не надо варить, хотя некоторые это делают. Но мы не будем. Да? Да. Я пеку её в духовке. Я беру грудку, наливаю оливковое масло и посыпаю её солью с приправами от Луори. Сыпьте любимые специи, одним словом. А зачем её запекать? Это помогает сохранить вкус куриного мяса. Когда ты варишь курицу в воде... Запечённая сохраняет вкус. Расскажи об ингредиентах и поподробнее. Так, это варёные яйца, виноград. Я кладу пряную горчицу, майонез и сельдерей. Блюдо имеет слегка острый вкус. Точно. Если вам нравится обычная курица, то кладите её. Это ещё один секретик. Обратите внимание, я не режу мясо курицы ножом. Кому-то нравятся крупные куски. Я перемалываю мясо в комбайне и вот так режу его побольше. Ммм, интересно, да. Если вы хотя бы раз наблюдали за тем, как моя супруга печёт закрытый пирог, то в процессе работы она делает некоторые вещи, которые не делает большинство из нас. Точнее, из вас я ведь вообще не готовлю. Такое. Мы поговорим о секрете нашей Пэм. Так, закрой уши. Всё в порядке? Готово? Да, быстро. Этот вариант подойдёт для маленьких внуков. Я прав? Пэрри, ты знаешь, мы делали это, когда служили в кафе. Помнишь? Да, во время собраний. Да, в том кафе. У нас есть кафе в Мегацентре. Мы готовили для партнёров и на главном событии мы готовили для саммита. Много раз Пэм готовила для таких важных событий. У неё есть целая команда сестёр на такой кухне. Хочу похвалить мою любимую за то, что она изумительно готовит жареные пирожки. Ты готовишь пирожки во время основных событий. На осеннем фестивале в октябре. Когда я ем её пирожки во фритюре, я не могу остановиться толстею и толстею. Что ж поделать? Нас воспитывали в строгих церквях много лет назад в горах Вирджинии. В городе Биг Стоунгэп. В те годы все женщины церкви умели готовить. В 60-е годы не было столько ресторанов и сетей кафе быстрого питания, как сейчас. В те годы женщины готовили очень популярное блюдо – курица с клёцками. Ммм, прямо сейчас вспоминаю этот вкус. В маленькой церквушке Пятидесятников, где мой отец был пастором, женщины жарили пирожки. У нас была одна мамаша, еврейка. Какие клёцки она готовила. Так они помогали покрыть церковные расходы, счета за электричество и другие издержки. Наши сёстры во Христе жарили эти пирожки и продавали их в городе. Я вспоминаю старого, доброго Криска Грис. Ты помнишь его? Да, Криска, помню. Криска. Лэрт. Лэрт. Они жарили пирожки во фритюре и вдавливали в них печать. Они были коричневые. Ты делаешь так же. Ты выдал мой секрет, Перри. Ага. Теперь скажу я. Если вы хотите записать рецепт, то здесь почти 90 грамм куриной грудки. Я перетираю варёные яйца. Это обязательно. Я кладу яйца. В куриный салат? Да, ты прав. Ага. Итак, здесь 6 яиц. Я измельчила их на тёрке. Ну, можно их и нарезать. Но мне нравятся тёртые. Так, нежнее. Мне нравится это, потому что у нас есть маленькие в ноги. Эту пищу едят лишь те, кто старше двух лет. Да уж, это точно. Дело в том, что младенцам удобнее есть измельчённую пищу, а не большие кусочки. Да-да, верно. Я думаю, о внуках. И я тоже. Кладите красный или зелёный виноград. Какая разница? Да ладно. Красный слаще, а зелёный кислей. Ну, иногда я кладу и оба. А я видел вот зелёный? Да, у нас получилось примерно 3 чашки. Вот таких. Винограда. Винограда будет достаточно. Классно. Да, красиво. Так, затем я кладу сельдерей. Мы не кладём лук. Если вам нравится лук, то кладите. Здесь полторы чашки сельдерея. Я его резала. Точнее, я измельчила его в комбайне предварительно. Ты очень любишь кулинарное искусство. О, это правда. Мне нравится готовить. А ещё что-то нужно класть? Мы добавили сельдерей, чашка заполнилась. У тебя есть опыт. Итак. Ну что, начнём? Да. Итак, мы положим горчицу. Как называют эту горчицу? Пряные. Сколько ты её кладёшь? Примерно 3 ложки. Ага, 3 ложки. Вы можете положить больше, правда? Ну да. Это чашка с майонезом, это много. Это много. Я его люблю. Я выложу всю чашку. Класс. Так, попробуем добавить. Хорошо. И теперь... Ага, я помогу. Помощник уберёт чашку. Я шеф на этой кухне. У меня новая работа, ура. Итак. Комбайн не нужен, ты мешаешь ложкой. Нет, мешаем. Виноград не нужно класть в комбайн. Я кладу немного. Я добавил бы чашку майонеза. Ну что ж, я не против. Сейчас мы немного перемешаем наш салатик и посмотрим. Теперь мы устроим небольшой перерыв и расскажем наши новости. Мы вернёмся и вместе с Пэм расскажем вам свои любимые истории о наших воспоминаниях. Мы скоро вернёмся, не переключайтесь, но в конце будет очень вкусно, так что никуда не уходите, слюнки у вас точно потекут. Оставайтесь с нами, мы снимаем у меня и Пэм дома и делимся рецептом салата. Надеюсь, что вам понравится этот неформальный выпуск. В основном мы вещаем о событиях в мире, о пророчествах, о практических аспектах духовной жизни, а также о других учениях пророческого плана. Мы хотим дать вам перерыв и пригласить за кулисы программы. Я надеюсь, что вам понравится вторая часть. Я напомню вам о нескольких вещах. Если быть откровенным, то мы не знаем, чего нам ожидать в наступившем году. Мы продолжаем продвигать в мире наши семь направлений служения для проповеди Евангелия, пророческого послания, учения практического характера, основанного на иврите. Мы начнём служение, которое будет проходить один раз в месяц, во вторник, в Международном Омега-центре, в Рэмпе, в этом году. Кроме того, мы будем проводить мероприятие пару месяцев в году, один раз в воскресенье после полудня, мы объявим о нём в соцсетях. Мы назвали его «Пробуждение перед экраном». Оно начнётся в половину четвёртого. Мы выбрали это время, чтобы не вещать тогда, когда проводится служение. В Америке есть много людей, рядом с которыми нет поместных церквей даже в двух часах езды от их места проживания. Мы хотим проводить особое собрание один раз в месяц, и поверьте, это немного. Мы продолжим снимать наши программы мировой миссии в разных частях планеты. У нас есть уличные собрания, которые мы проводим из США. Я проповедую тысячам и тысячам жителей планеты, используя большой экран. У нас есть много планов. Молитесь о нас. Пожалуйста, продолжайте молиться о нас и поддерживайте нас финансами, чтобы мы смогли купить нужное оборудование для осуществления наших проектов. Я желаю вам, а также вашей семье и всем вашим друзьям благословенных дней в это праздничное время года. И сейчас мы вернёмся обратно к Пэм. Пэм будет готовить для вас. Мы вернулись к нам домой в Кливленд. В этом доме живу я и моя супруга Пэм. В этот момент мы с моей возлюбленной Пэм находимся на нашей кухне. Это её любимое место, где она проводит очень много времени. Пэм проводит здесь много времени в период Дня Благодарения, во время Хануки и Рождества. Итак, на праздники к нам приходит очень много гостей. Пэм гостеприимные. Я говорил тебе об ингредиенте, которого было мало. Ты помнишь, какой это ингредиент? Нам нужен майонез. Да, я был прав. Мы добавили пол чашки майонеза и ложку пряной горчицы. Кладём по вкусу? Да, готовят салаты из курицы. Я не взвешиваю ингредиенты, делаю всё на глаз. И получается удачно, как правило. Это точно. Заметьте, я не добавила соль. Соль есть в приправе. Хотя я добавлю немного перца. Этого не помешает. Ну, перец украсит блюдо. Ты попробуешь? Конечно. Хочешь отведать? Ты сказала, всё получилось. Ладно, у меня нет большой ложки для салата, поэтому вот. Если надо, то я куплю её. Ага, вот салат. И выглядит он вполне себе аппетитно. Да, это точно. Мне нравится то, что в твоём салате из курицы есть виноградины, потому что виноград – это натуральный заменитель сахара. Я прав? Именно, именно. Господь благослови эту пищу. Аминь. Да будет она нам во благо. Виноград – это круто. Хотя ты не положила много горчицы в свой салат, я чувствую едва ощутимое жжение. Это так? Да, это даёт… Я веду себя, как те ведущие. Да-да-да, салат хрустит на зубах. В винограде есть натуральный сахар. Виноград обогащает текстуру салата. Я смотрел шоу о еде. Их ведущие говорят, как я сейчас. Не говори, когда ешь. Я пытаюсь это делать, но у меня не получается. Прости. Я больше не ем. Поэма сейчас. Пожалуйста, поделись со зрителями своими воспоминаниями. Расскажи им о своём детстве, юности и о своей семье. Ну что ж, у меня есть две сестры, у нас близкие отношения. Мы были дружной семьёй из Таскалусы. Я не живу сейчас там, но мы иногда видимся. Дело в том, что мы были дружной семьёй, и мы весело проводили выходные дни. Я часто вспоминаю о праздновании Рождества с семьёй. Утром я думала о том, что Бог нуждался в семье. Он хочет, чтобы мы радовались в семье. У Бога возник замысел. Поэтому Он послал Христа сюда, на землю. Он жил, как жили мы. А потом Он умер. Появилась Божья семья. Он хочет, чтобы мы радовались в семье. Есть две семьи. Это земная и духовная семья. Да. Это церковная семья. Да. Когда я думаю о Божьей семье, то я считаю, что независимо от страны, куда ты приехал, будь то Индия или Африка, то когда ты знакомишься с тем, кто верит в Иисуса, то это указывает на то, что Он член твоей семьи. Как мы говорим, мы братья и сёстры во Христе. Да, верно. Святое Писание говорит о том, что кровь Иисуса объединила нас. Давай поговорим о любви. Много лет назад ты дала мне почитать интересную книгу о пяти языках любви. И она, насколько я помню, так и называется. Пять языков любви. Перечисли их. Ну что ж, один из... Это подарки. Да. Время и слова поддержки. Любовь, я не помню, пятый язык. Я всегда забываю его. Всего их пять. Я знаю о том, что твой язык любви — это время, проведенное семьей. Потому что люди, которые знают тебя, говорят так. Между собой мы шутим о том, что ты планируешь отпуски, педантично. Пэм планирует распорядок каждого дня отпуска за полгода до отпуска. Я не преувеличиваю. В 12 часов нам нужно пойти сюда. А в 6 мы сделаем вот это. Ты усердно планируешь дела, которые касаются планов нашего семейства. Дело в том, что когда мы были маленькими, приходило время праздновать Рождество, которое я называю традиционным, потому что мы обсуждаем рождение сына, который был зачат духом, предположительно, во время иудейского праздника Хануки в декабре. Возможно, он был рожден осенью. Я не спорю о дате. Если какой-то вопрос не имеет отношения к твоей судьбе в вечности, то есть к спасению, то оставь его теологом, и они уж точно с этим разберутся. А мы лучше не будем спорить. Как говорил Павел, у нас нет такой традиции. Не стоит спорить, потому что споры ни к чему хорошему не приводят. Главное, это приход нашего Господа Христа. В Иерусалиме одна церковь показывает одно место, где Христос явил чудо, а другая церковь говорит о совсем другом месте, где произошло чудо. Мне все равно, где это было. Ведь так? Да, это точно. Если Библия говорит о чуде, я верю ей. Это главное. Я вырос в семье, где, по милости Божию, у меня был и папа, и мама. Это были два рода. Фамилия папиного рода Стоун, а маминого — Бэйбис. Да, такой была девичья фамилия моей матери. Есть один примечательный факт. В папином роду были индейцы из племени Чироки и ирландцы. Вот так сочетание. В мамином роду были преимущественно итальянцы. Оба рода жили в гористой местности Соединенных Штатов Америки. В детстве мы совершали поездки, чтобы навестить их. Оба рода проживали в населенных пунктах в живописной гористой местности, удаленных друг от друга. Мы навещали своих двоюродных братьев и сестер, с которыми не виделись целый год. Мы навещали дедушку с бабушкой, которых не видели. Мы очень любили это время. О да, я люблю ездить в гости. Я вел разговор к этому, и я рад, что ты сказала это. Ты помнишь случай после свадьбы? Помнишь? Да. Это было ужасно. Мне трудно признать это. Когда мы вступили в брак, то я сказал Пэм одну вещь. «Мы не будем приезжать в Алабаму в Рождество. Приезжай сюда в другое время. Мы поедем к бабушке». Пэм об этом знала. Ей, конечно, было нелегко согласиться, но там было очень весело. А сколько туда ехать? Десять часов. Мы поднимались с горы. В то время в горах, где жили наши родственники, всегда шел снег. При этом снегопад наблюдался именно там, где они жили. Я со смехом и радостью вспоминаю годы, когда мы, будучи детьми, играли на улице, и нам это нравилось. Мы лепили снеговиков. У нашего дедушки были санки. Мы поднимались на улицы, где стояли машины, и неслись оттуда вниз на всех парах. Однажды я, сестра и двоюродные братья одновременно оказались под автомашиной. Да, было такое. Я испугался в тот момент. В той глухомане наступили такие холодные дни, когда термометр показывал ниже нуля. Это было ужасно. Да, я помню это время машины не заводились. Ты помнишь? Конечно. Наши автомашины не заводились, и из-за этого нам приходилось прогревать их. Мы с Пэм помним многое из прошлого, и мы рассказываем вам об этом, потому что при наступлении зимних праздников, когда члены семьи собираются вместе, вашему покорному слуге и Пэм становится печально и грустно. Рядом с нами уже нет людей, которые присутствовали на праздниках и участвовали в них. Один из них — это папа, который уже умер давно. Все мои бабушки и дедушки тоже умерли. Члены семьи собираются вместе. Чем старше ты становишься, тем больше становятся тех, о ком ты скучаешь. К сожалению, теперь их нет на семейных праздниках, и, возможно, у вас есть не так много родственников или друзей, которым вы можете добраться в эти зимние деньки. Возможно, многие из них ушли к Богу и покинули вас. Вам 80 или 90 лет, и многие из ваших друзей переступили порог вечности. «Вспоминайте хорошее и доброе». Любимая, какие пословицы ты вспоминаешь, когда мы уходим в отпуск? Я знаю, что у тебя их немало. Мы создаем... Мы создаем воспоминания. Ты любишь снимать. У Пэм много фотоальбомов. Расскажи. Ну, ты снимаешь чаще. Сейчас фотографируют на телефон. Раньше был процесс проявки пленки, и это было гораздо затратнее. Очень много времени. Да, это точно. Теперь мы фотографируем на телефон. Пэм сняла много фото, тем самым создав много воспоминаний. Иногда мы сидим в гостиной и достаем наши фотоальбомы. Мы начинаем рассматривать дорогие нам снимки. За эти годы мы наснимали много чего смешного. Я скажу, не совсем обычную вещь. Наш оператор Чарли подтвердит мои слова. Однажды... Чарли, ты помнишь это? Однажды в моей памяти запечатлелся один факт. Это... Пэм, куда ты ушла? У меня есть сюрприз. Сюрприз? Ну, ты даёшь. О, это торт. Ты сама испекла его. Говори. Хорошо. Зачем ты принесла торт? Наш выпуск скоро закончится. Что же я буду делать? Ты говоришь, ты не делаешь блюд без сахара? Что ж, по такому случаю я сделала особый торт без сахара. Торт шоколад. Шоколад... Что? Мокка. Правда? Этим ножом мы резали наш свадебный торт. О, тут написано «Пэри и Пэм». Да я помню. Да, я знаю. 1982 год. Теперь-то мне всё ясно. Да, в нём нет сахара. Моя жена лучше... Шоколад Мокка. Да? Да. Я буду осторожен. Приступим. Где начать? В середине. В нём нет сахара. Ты обещала мне вкусный торт. Только посмотрите на это. Это ведь муляж. Сейчас я раскрою тебе секрет о себе. Раскрой. Я собираю бутафорскую еду. Вот так. Ну, расскажи об этом. У меня есть коллекция бутафорской еды. Когда ты успела купить этот тортик, он выглядит, ну, как настоящий. Я хочу спросить... Надеюсь, он тебе понравится, правда. Хорошо. Здесь нет калорий и вообще нет сахара. Именно. И жира. Он картонный. Зрителю пришлось смотреть на бутафорский торт. Я люблю Пэм, потому что она любит веселье и общение. Я хочу сказать тебе, что ты моя радость. Единственная и ненаглядная. В апреле 2021 года будет наша 39-я годовщина. Всегда помни, что ты лучшая. Да, это так. Спасибо. Я горжусь тобой. Я хвалюсь тобой, когда никого нет вокруг. Ты говоришь, «Пэре, хватит меня хвалить». Я хочу, чтобы все знали, ты чудесная жена. У нас есть двое детей. Одному из них 31 год. Уже большой парень. А второму 18 лет. У нас и двое внуков. Да, одному два года, а второму семь месяцев. У нас осталось несколько секунд. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. До встречи на фестивале Манны. Увидимся. Последний пророческий сборник Пэристоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Пэристоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Пэрри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изопретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Пэрри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Пэрри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения – FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня.